Всем добра! Не знаю, кто в ВГ составляет сетку акций и мероприятий, но уже который год акции в танках постоянно конкурируют друг с другом. Начинается марафон, а через пару дней стартует движуха на глобальной карте, а еще через недельку какое-нибудь новое событие, и ты как-то обезьяна из анекдота, пытаешься разорваться. То ли умный, то ли красивый, хотя к танкистам это слабо относится. Погнали выяснять, кто же мы на самом деле и зачем нас поставили в такие идиотские условия. Катаю я тут ранговые бои, а к голову свербит одна мысль. Вот нахрена мне сдались эти качели по рангам? Но я не сразу прислушался к этим голосам и катал еще порядка 20 боев, пока почти не добрался до 8-го ранга 2-го дивизиона. И тут мысль, нахрена козе баян, заставила меня остановиться и посмотреть на все более трезвым взглядом. Если в предыдущие ранговые награды служили жетоны, а в итоге неплохие как бы танки, кстати, полученном в прошлом сезоне концепт 1б я ни сам особо не выкатывал, ни в рандоме практически не вижу. Так что даже эта награда довольно сомнительна по своей ценности. Ну ладно, сейчас не об этом. Так вот, стал я разбираться, за что же в итоге мне весь этот геморрой. Смотрю награды, а там самая ценная вещь, боновый турбонагнетатель. Усовершенствованный компрессор, как назвали его разработчики. Да, штуковина новая, но вот честно, нахрена? На какую машину можно будет поставить эту оборудку? На ЛТ? Сомнительно. Для светляка важнее обзор и незаметность. На средних танках он тоже не нужен. Да, ты можешь оторваться от толпы и быстрее всех приехать на точку, но это значит, что ты первый начнешь получать от противника. Тоже сомнительное удовольствие. Тяжи еще более сомнительны. Единственные машины, где турбонагнетатель будет смотреться уместно, это ИС-7 или Объект-277, чтобы они могли не отставая поехать на фланг со средними танками. Но блин, как жалко терять слот для такого сомнительного усовершенствования. В итоге, лично для меня приз этих тестовых ранговых боев весьма сомнительная награда. Но не успел еще окончательно понять, что нынешние ранговые мне не интересны, как буквально через несколько дней в ЭГЭ анонсировали событие Highway Rock. Перенесемся в Мотомир вместе с игровым событием Highway Rock. Кто не в курсе? Там нужно выполнять задачки и получать в свою коллекцию мотоциклы. С хера мотоциклы я так и не понял, но никто и не говорил, что это надо понимать. Бесит только одно. Задачи нужно активировать на отдельном сайте. И после выполнения каждой, снова заходить на сайт, обновлять страницу, выбирать задачу и активировать ее вручную. Не, это не трудно. Это просто бесит. С какого перепугу разработчики не сделали автоматическую активацию задач, я так и не понял. Но, видимо, был какой-то план. И они его придерживаются. Первую пачку задач я выполнил довольно легко. И надеялся в конце забрать топовые награды и забыть про этот сайтец. Но не тут-то было. За первую пачку задач я набрал всего 205 литров бензина. Не спрашивайте, почему бензин, на это никто не ответит. Но самые адекватные призы в виде 3D стилей стоят по 360 литров. Ну ладно, выполним еще одну пачку. Жму кнопку продолжить. И что я вижу? Задачи стали дороже. По 40 литров за задачу. Но очень они стали напоминать едва ли не топовые задачки ЛБЗ. То есть разработчики предлагают выполнить еще одну ЛБЗшную компанию, пусть и коротенькую, чтобы получить какой-то гребаный стиль. Ах да, чуть не забыл. За 360 литров бензина предлагали еще купить медальку памятную, посвященную этому событию. Купить памятную медаль за прайс топовых призов. Так долго я не ржал. Давно, короче. Но какой-то умный человек намекнул, что это уж совсем надо быть охреневшим, чтобы памятную награду продавать за такие деньги. И медалька из магазина пропала. А в списке наград не появилась. Да и хрен бы с ней. У меня этих медалек, как у дураков-антиков. Толку от них никакого. Но даже не эти моменты меня смущают больше всего. А то, что получать эти самые литры бензина, вы можете только в случайных боях. Вот разорвитесь. Или херня за ранговый, или херня за мотоциклы. Две херни в одни руки не отпускают. И как вы думаете, что я в итоге сделал? Правильно, я забил на оба мероприятия. Спокойненько катаю в рандоме и придумываю, какими бы еще видосами вас развлечь. Так что не ленимся. Подписываемся на канал, чего-нибудь жмем, пишем свои пожелания. И всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok